Вечером 18 часов 50 минут 21 января 1924 года скончался человек, который изменил мир. Таких людей за всю историю нашей цивилизации было не так много. Среди них историки уверенно называют Александра Македонского, который своими военными завоеваниями преобразил античность. Иисуса Христа, который принес европейцам, да и не только им принципиально новую религию. Магомета, который сделал то же самое для азиатских стран. И его, Владимира Ильича Ленина, который уничтожив гигантскую Российскую империю и создав на ее месте не менее могучий Советский Союз, тем самым изменил дальнейший ход развития нашей цивилизации в целом. Ленин умер достаточно молодым, на руках некрасивой, но преданной жены. Умер, замахнувшись на многое, но практически ничего не успев довести до ума. Умер тихо и вполне прогнозируемо. Последние годы своей жизни Владимир Ильич серьезно болел. Но до сих пор о тайне смерти этого человека говорят, пишут и спорят. Узнаем ли мы истину? Или она так и останется, вечной тайной цивилизации, лицо которой так сильно изменил этот человек? Январь 1924 года выдался на редкость холодным. Страшные морозы сковали Москву. Однако гигантская, доселе невиданная на чьих-либо похоронах толпа, терпеливо ждала момента, когда появится возможность проводить в последний путь Владимира Ленина. Групп на руках несли, там, из горок несли даже на дороге, там, 200 человек специально, все члены полюбюро практически. И целый ритуал был разработан, выдуман, и все это было довольно так внушительно сделано. Дело было выставлено в колонном зале Дома Союзов. На улицах и в переулках вокруг здания постоянно горели костры. Люди выходили из многокилометровой очереди, грелись и вновь возвращались на свое место. Как в строй. Так продолжалось день, два, три. А в политбюро ЦК ВКПБ все шли и шли телеграммы. Люди, которые ехали со всех концов земли, чтобы проститься с создателем первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян, не успевали прибыть вовремя и просили перенести, отложить похороны. Всеми шли телеграммы, это все лежит, кстати, в архиве, о том, что просим задержать еще, с тем, что могла успеха, успела приехать делегация оттуда, 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 оттуда. И для этого был сооружен такой временный, как бы временный мавзолей, не мавзолей это называлось, а звалось склеп. У кремлевской стены возвели деревянное строение, в промерзшей земле выдолбили углубление. В него и поместили гроб с телом вождя. Получился естественный холодильник, который позволил оттянуть похороны еще на несколько дней, а потом и недель. А люди все шли и шли. Они смотрели на знакомые по многочисленным портретам лицо Ильича и не подозревали, что смотрят они уже на пустую оболочку. Самое ценное – мозг и сердце Ленина, сразу после его смерти, во время неизбежного посмертного вскрытия, были изъяты из тела. В архивах хранится поразительная расписка, датированная 24 января 1924 года. В ней некий товарищ Аросев, крупный партиец, впоследствии репрессированный, расписывается в том, что получил от товарища Беленького, члена коллегии ГПУ, стеклянную банку, содержащую мозг, сердце Ильича и пулю, извлеченную из его тела. Стал вопрос о том, что же делать со всем этим сокровищем. Естественно, стали думать о том, как можно использовать это на благо народа и для укрепления советской идеологии. Было ясно, что это все надо сохранить, что это наша святыня. А мне соседка-старуха, пусть земля ей будет пухом, рассказывала, что она мозги Ленина видела в музее. Это в конскамере, что ли? Почему в камере нет? Говорю же вам, в музее выставлялись. Все желающие могли посмотреть. Господи, дикость-то какая. Для начала мозг и сердце Ленина поместили в специальные стеклянные сосуды и действительно выставили на всеобщее обозрение в Первом Ленинском музее на Большой Дмитровке. Затем изучением ленинского мозга занялась специально созданная в этих целях научная лаборатория, которая впоследствии была переименована в Институт мозга. Но тем, какие цели преследовали при этом политики и к каким выводам пришли ученые, мы в нашем расследовании займемся позднее. Пока же вернемся на Красную площадь. Зимы в России очень долгие, но и им в конце концов приходит конец. Нужно было срочно решать, что же делать с телом вождя пролетариата, которая по-прежнему лежала в открытой ледяной могиле возле Кремлевской стены. Нет никаких документов, которые говорили о том, как обсуждался этот вопрос. Но слухи есть. Слухи, которые ходили где-то вот в районе кремлевских столовых, будем так говорить, что этот вопрос обсуждался на политбюро. Большая у меня просьба к вам. Обращалась к товарищам по партии вдова Ленина Надежда Крупская. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его памяти. Он этого очень не любил. Товарищи решили иначе. И не без основания. Дело в том, что в те годы среди кремлевских властителей были крайне популярны мистические теории видного большевика, а попутно не менее видного философа Богданова. В числе прочего, Богданов считал возможным и целесообразным использовать магический опыт в современных целях. Всем известен роман Брэма Стокера «Дракула». Всем известно, что свою великую силу и бессмертие вампиры черпают из той крови, которую они пьют у людей. Богданов, который имел диплом врача и ум мистика, соединил это в теорию, согласно которой переливание крови могло стать всеобъемлющим лекарством. С его помощью, считал Богданов, можно будет не только лечить все болезни, но и омолаживать организм. По Богданову кровь не стареет. Раз. Раз. Два. Кровь – фантастический носитель информации. То есть, если просто так вам сделать, так скажем, профилактические переливания крови, то вам станет легче. Организм сам сможет исцелиться от каких-то болезней. И в результате возникает проект Богданова. Назывался он «Физиологический коллективизм». Система была такая, надо было соединить такими кровавыми цепочками стариков и молодежь. Понятно, что даже в охваченной революционным безумием России добро на такой глобальный проект кровавого братства Богданову никто не был. Но отдельно взятых людей из кремлевской элиты, например, сестру Ленина Марию Ильиничну Ульянову, он все-таки лечил. И, как говорят, не без успеха. Документы, подтверждающие это, сохранились и приобщены к нашему частному следственному делу. Под этот проект Богданов у Сталина получил институт переливания крови. То есть ныне существующий, очень серьезный научный центр был создан мистиком с мистическими целями. Не менее серьезно в те годы занимались и работами по созданию человека будущего. Некоего мудрого, доброго, но жестокого к врагам пролетариата хомофутуриса. Который способен при этом жить, может быть, в самых неблагоприятных условиях, скажем, там, жестокого, жестокой северной зимы или в пустыне обитать. Ну, в зависимости от тех качеств, которые ему придадут политические организации. То есть он выполнит телом своим, своей анатомией, выполнит политический заказ системы. Он будет там, где он нужен. Были опыты, эксперименты по существованию органов отдельно от человеческого тела. Ну, начинали сушить кролика, которые каким-то образом высушивали, потом размачивали, и потом считали, что они вполне нормально функционируют. Особенно популярны были опыты по сохранению жизни отрезанной голове собаки. Писали, что отрезанная голова собаки жила, моргала, ела. Правда, не очень удачно. И даже пыталась укусить того, кто щекотал ее нос пером. Трудно себе представить, что творилось в голове у человека, которому пришло в голову щекотать пером нос у отрезанной головы собаки. Ну да, бог с ним. Наверное, тогда это казалось не садизмом, а отличной научной идеей. Некогда очень популярная у нас книга Александра Беляева, которая называлась «Голова профессора Доуэля». Лишнее доказательство того, что такого рода идеи были в 20-30-х годах прошлого века, как минимум на слуху. Вот кто копается в моих извилинах, забрался в мозг. Я ваше изделие, вы сами учили. Все вздор, главное истина. Дальше что? Дам вам жизнь, тело полное сил. Сохранились фотографии, они публиковались, в частности, на ком просвещении Луначарский. Гордо, там, внимательно, строго смотрит на отрезанную голову собаки, лежащую на тарелке, и, вероятно, ему приветливо моргающую. В этой области, вот с отрезанием голов, мы сильно преуспели перед Западом, потому что на Западе, как писали, опять-таки, в журналах, голова была вялая, жила мало. У нас, наоборот, все было хорошо и бодро. Неудивительно, что следующим шагом на этом пути стали идеи, которых придерживался и сам Богданов, и некоторые другие его коллеги по мистико-философскому цеху. Все они всерьез размышляли о том, что в самое ближайшее время будет найден способ воскрешения из мертвых, или, как минимум, клонирования усопших. Естественно, воскрешены или воссозданы будут не все, а самые достойные. А раз так, первым в очереди на вторую жизнь должен стать никто иной, как Владимир Ильич Ленин. Они считали, что он умер все-таки от преждевременного старения. А сам он уже был, конечно, человеком будущего, потому что у него был купол невероятных размеров, как говорил, по-моему, Троцкий. У него не голова была, у него был купол. Но как сохранить его тело для последующего воскрешения? Поначалу зимняя стужа натолкнула наших мистически настроенных вождей на идею глубокой заморозки. Особенно увлечен ею был Красин, инженер по образованию. Этот проект был лучше во всех отношениях мумификации, и он давал действительно надежду, потому что мумификация – это все-таки нечто музейное. А замораживание – это то, что дает народу надежду на то, что вождь в нужный момент, в ответственный момент для страны все-таки восстанет. За границей уже было закуплено дорогостоящее криогенное оборудование. Его же начали монтировать. Но неожиданно кому-то в голову пришла банальная мысль, которая, тем не менее, свела на нет все величие идеи с вечной заморозкой Ильича. Дело в том, что в 20-х годах в России перебои с электричеством были скорее нормой, чем исключением. Во время одного из таких внезапных отключений тело вождя могло, извините, и протухнуть. Как быть? И тут заместители директора Института химии Сбарского осенило. Бальзамирование. Сам факт бальзамирования, вождя революции, это был, конечно, акт, который противоречил марксистским взглядам. И делать из Ленина некую мумию, которая может будет потом поклоняться, это мог только придумать, так сказать, Сталин, как мне кажется. Был найден специалист, Аннатом Воробьев. Поначалу от предложенной работы он отказался наотрез. «Бросьте вы эту мысль», – говорил он. «Если впутаетесь в это дело, погибнете». «Я не хочу уподобиться тем алхимикам, которые согласились забальзамировать тело папы Александра Шестого, выудили деньги, загубили тело и скрылись, как последние жулики». Понятно, что Воробьеву в случае чего скрыться бы никто не был. И он это знал прекрасно. Но выбора ему все равно не оставили. Решение о мумификации тела вождя было принято окончательно и бесповоротно. По этому поводу Бухарин тогда пошутил. «Ну вот, были у нас мощи Радонежского, а теперь будут мощи Владимира Ульянова». Создание мавзолея поручили архитектору еще всего. Пока он прорабатывал свой проект Красной пирамиды, созданной по принципу ступенчатых усыпальниц Египта, небесных лестниц для душ фараонов, приступили к рытью котловок. По архитектурному плану мавзолей должен был стать как раз поверх уже имевшихся у Кремлевской стены братских могил революционеров, погибших при установлении советской власти в Москве. Но эту морально-этическую проблему отмели как несущественную. Промороженную землю прогревали кострами, долбили ломами. При этом то ли случайно задели канализационную трубу, то ли пробили свод подземного тоннеля, в который в свое время была упрятана незамерзающая от грязи река Неглинка. В результате котлован оказался мгновенно залит темной вонючей жижей. Говорят, патриарх Тихон, узнав об этом, не утерпел и проворчал себе под нос. Каковы мощи, таковы и благовония. Правда, когда к нему официально обратились священнослужители из провинциальных приходов, а можно ли служить заупокоенную по, в общем-то, так и не похороненному Владимиру Ульянову Ленину, Тихон высказался уже намного более политкорректно. В ответе патриарха говорилось, что нельзя отпевать в церквях только тех, кто предан анафеме по решению Святейшего Синода, а Ленин таковой процедуре не подвергался. И дальше очень любопытный конец этого. Он пишет, что я по своим взглядам расходился с покойным, но по мнению многих людей, близко знавших его, он был истинным христианином. Итак, на бальзамированное тело истинного христианина Владимира Ленина было помещено для просмотра и почитания в ступенчатый склеп, более всего похожий на уменьшенную копию одной из древнейших пирамид Египта – пирамиды Джосра. Его мозг и сердце в стеклянных банках отдали ученым для опытов. Казалось бы, все устаканилось, успокоилось и решилось. И вот тут-то поползли первые слухи о том, что Ленин умер не своей смертью. Это его Сталин отравил, чтобы наш Ильич ему черные дела творить не мешал. Господи, опять Сталин? Ну во всем он один у вас виноват. А кто же еще, если не этот усатый деспот? Один из документов, которые мы также решили приобщить к материалам нашего расследования, казалось бы, напрямую указывает на то, что сплетни эти имели под собой совершенно реальное основание. Этот документ – письмо, которое Ленин отправил Дзержинскому из горок. «Дорогой Феликс», – писал Ильич, – «все, что со мной произошло, как мне кажется, дело рук Сталина и тех, кто с ним. Меня фактически изолировали от партии и общества. Вот уже три месяца ко мне никого не пускают. Барышня с телефонной станции говорит, что с Москвой нет связи. Какая хи***, прости господи. Мне кажется, что меня отравят или убьют. Что же мне делать? Так значит, все-таки Сталин и все-таки яд?» Троцкий написал книгу «Сталин», которая была незакончена. В этой книге он прямо говорил, что Сталин, очевидно, отравил Ленина. И это вытекает из его характера и из той политической ситуации. Потому что если бы Ленин остался бы жив и стал бы дееспособным, Сталину ничего, так сказать, не светило. Он не стал бы руководителем Советского государства. Но наши эксперты начисто отметают подобное предположение. В том числе и потому, что такого варианта, как полное выздоровление вождя пролетариата, просто не было. Всем было ясно – смерть Ленина – вопрос самого ближайшего времени. А что до разговоров о том, что после смерти Ильича экспертиза на наличие в тканях его тела того или иного яда почему-то не проводилась, то ведутся они исключительно по незнанию. В те годы травить любили и умели. А потому после смерти любого значительного человека мысль о яде всегда возникала первой. В лечь сану при Кремля токсикологические исследования по поводу известных ядов производились автоматически. Так что все последующие слухи – ну, это просто досужие выдумки неких графоманов. Что же до того письма, которое Ленин отправил Дзержинскому, то и тут все объяснилось само собой. В ходе нашего расследования мы наткнулись на один любопытный и, честно говоря, страшный документ. Это рапорт врачей, которые занимались лечением Владимира Ильича и постоянно присутствовали в горках. Датирован он 16 декабря 1923 года и звучит так. Строго конфиденциально. Уважаемый Иосиф Виссарионович, здоровье нашего пациента заставляет проявлять серьезное беспокойство, поскольку речь идет о полном расстройстве его психики. Пациент стал излишне чудашлив. Это выражается в громком смехе, переходящем в кашель и рвоту. Причины самые нелепые. Кошка, сторож за окном, уборка снега и тому подобное. Пациент просыпается в 14, а иногда в 15 часов. Подолгу ищет газеты и журналы. Сразу пишет письма в ЦК. За последние две недели им написано более 300 писем. Некоторые письма он прячет под матрас, в шкафах, в других укромных местах. В письмах содержатся указания, употребление нецензурных слов. Пациент совершенно не отдает себе отчета, что гражданская война закончилась. Жалуется, что его травят ядами, ртутными парами и так далее. Все лекарства пробует на вкус. Фактически не расстается с кошкой. Часами плачет. С каждым днем срывы учащаются. Фактически уже в 20-м году соратники стали замечать что-то неладное. В том же 20-м году Ленина посещает Герберт Уэллс. И, может быть, первый человек, это Уэллс, который обратил внимание на одну странную особенность вождя мирового пролетариата. В разговоре Ленин поднимал пальцами века. Это был первый неврологический симптом его последующей болезни. То есть, так называемый птоз, опущение верхнего века. Сегодня многие исследователи говорят о еще одном более страшном подтверждении слабоумия Ленина. Его патологической жестокости, которая проявилась именно в последние годы его жизни. Вот цитата из письма Феликса Дзержинского Ленину от 19 декабря 1919 года. В районе Новочеркасска удерживается в плену более 200 тысяч казаков войска Донского и Кубанского. В городах Шахты и Каменске более 500 тысяч казаков. Всего в плену около миллиона человек. Прошу санкции. На письме стоит резолюция Ленина. Расстрелять всех до одного. 30 декабря 1919 года. И таких резолюций, записок и приказов в архивах хранится великое множество. Сумасшествие или просто жесткий циничный реализм политика? До настоящего момента самой распространенной и самой деликатной версией смерти Ленина была такая. У него по отцовской линии была дурная сосудистая наследственность. Этой примерной болезни очень близкой к сосудистым заболеваниям умерли большая часть родственников Ленина. Мария Ильинична Ульянова умерла примерно от этого. Вскрытие тела вождя, которое проводил тогда еще не профессор, а мало кому известный патологоанатом снежной фамилии Абрикосов, должно было развеять все сомнения. Но, как это у нас часто бывает, лишь напустило еще больше туману. Вскрывали вождя мирового пролетариата не в специально оборудованном для этих целей зале какой-нибудь крупной больнице, а прямо в барском доме бывшей усадьбы Савы Морозова, которая более известна нам как Горки. На двух обеденных столах, сдвинутых вместе. И на вскрытии это никто и не подумал собирать консилиум и светил отечественные медицины. Был только сам Абрикосов и санитары, которые состояли в штате Ленинской обслуги, и все до единого под медицинскими халатами носили знаки различия совершенно определенного ведомства. Заключение Абрикосова звучало абсолютно категорично. Он заявил, что речь идет только об атеросклерозе мозговых сосудов. Это назвали атеросклероз от переутомления, что свойственно только выдающимся людям. Но такой болезни до сих пор больше никто не описал. История болезни Ильича также мало похожа на то, как проявляет себя атеросклероз. Дело в том, что у этого достаточно распространенного заболевания течение плавное, размеренное, без периодов острого ухудшения и ярких ремиссий. Ленин уже несколько раз становилось то лучше, то хуже. Первые два приступа, которые позднее определили как инсульты, приключились в феврале 22-го года. Приглашенные в Москву немецкие медики профессор Клемперер и профессор Ферстер причину ленинской болезни усмотрели не в плохой наследственности, а в хроническом свинцовом отравлении. Дело в том, что две пули, выпущенные в Ленина, как считается Фанни Каплан, так и не были извлечены. Одна из них, та, которая заостряла под кожей шеи, давила на сонную артерию, что, помимо прочего, существенно ухудшало кровоснабжение ленинского мозга. Сравдительно недавно наши уже современные врачи, они пришли к выводу, что вот это ранение, которое, в общем, как-то мы не учитывали при характеристике его состояния, вот эта пуля, которая передавливала артерию, это тоже сыграло свою роль, определенно она ускоряла вот эти шклеротические процессы. По настоянию немецких медиков, 23 апреля 1922 года, на следующий день после дня рождения Владимира Ильича, ему эту самую пулю удалили. Операцию проводил вызванный из Германии немецкий хирург Борхард. Оперировали вождя мирового пролетариата в Солдатенковской, ныне Боткинской больнице. Однако операция эта никак на состояние Ленина не повлияла. В марте 23-го года с ним приключился еще один инсульт, на этот раз чрезвычайно сильный. По сути, 9 марта тот самый водораздел между Лениным, пусть и не вполне здоровым, но активным, и Лениным, который постепенно умирал. Накануне вечером Ленин поел рыбы, почувствовал себя плохо. Ночью он почти не спал, бессонница вообще была для него характерна, но этой ночью еще в горках заливался соловей. И Ленин в страшном раздражении вышел из дома, набрал камни и стал кидать в этого соловья, чтобы он замолк. Утром же Ильич почувствовал, что правая рука и правая нога не слушаются его. Чуть позднее стало ясно, что ему отказала речь. А я слышала, что Ленин сифилитиком был, и от сифилиса-то и умер. Да врут, как есть врут! Так в газетах об этом писали. Правда, в иммигрантских, но в наших-то под ним никто такое писать бы и не дал. Да мало ли, что в этих ваших газетах понапишут, говорю вам врут! Но ведь и врачи рассматривали этот диагноз как вполне реальный. После третьего инсульта, который парализовал Ильича и лишил его речи, к Ленину был вызван Василий Васильевич Крамер, ведущий отечественный специалист в области неврологии. Первое заключение Крамера гласило, что у Ленина моторная афазия и неврологические расстройства связаны с нейросифилисом. Объяснимся. Сифилис – болезнь известная и в 20-х годах широко распространенная, потому что лечить тогда эту дурную стыдную заразу толком еще не научились. Нейросифилис, о котором говорит наш эксперт, конечная стадия обычного бытового сифилиса или сифилиса наследственного. Стадия эта достигается в том случае, если болезнь выявили не сразу и, соответственно, вовремя не пролечили. В этом случае заболевание прогрессирует и затрагивает мозг. Впрочем, нейросифилис как диагноз в документах и медицинских отчетах о здоровье Ленина никогда не фигурировал. В последующем и в воспоминаниях Крамера, и в воспоминаниях Марии Ленишны понятие нейросифилиса было заменено на тромбоз мозговых артерий. В дальнейшем все основные функции по лечению вождя взял на себя немец Ферстер. Заметим, врач, который в Германии имел славу крупнейшего специалиста по нейросифилису. По некоторым данным, 1 июля Ферстер начал терапию с альварсаном. В те годы с альварсан был основным препаратом для лечения сифилиса. Внутривенные вливания этого лекарства продолжались до 6 сентября. В результате состояние Ленина резко улучшилось. Среди материалов нашего расследования имеется подробное описание того, как именно это произошло. Оставил его профессор Розанов, который также был приставлен к больному вождю пролетариата. Перелом произошел в прекрасный теплый вечер. Опять был май и опять пели соловьи. У Ленина наступило страшное возбуждение. Он беспрерывно кричал «Ла-ла», это, по словам Розанова, был какой-то нечеловеческий крик. Настолько звучный в этой ночной тишине, что все собаки в окрестности зашлись в лае. Купировать этот приступ удалось все тому же Ферстеру, который схватил инвалидное кресло с Лениным и начал возить его по кругу. По воспоминаниям Розанова, в том случае, если Ферстер вез кресло по кругу влево, Ленин молчал. Если же он начинал движение вправо, пациент вновь начинал кричать. Казалось бы, это приближение, так сказать, конца. Но вдруг произошло что-то нестандартное. Ленин начал снова выздоравливать. Речь была, конечно, условной, только близкие люди что-то понимали. Но он мог ходить, он мог пользоваться руками. Улучшение было настолько очевидным, что с 1 октября консилиум врачей разрешил Владимиру Ильичу вернуться к его повседневной деятельности. К этому же периоду относится крайне любопытный эпизод, связанный с незапланированным визитом Ленина в Москву, в Кремль. Ленин с Крупской возвращались домой после очередной прогулки. Во дворе Ильич увидел машину. Один из санитаров по фамилии Рукавишников собирался ехать в Москву. Ленин еще говорил крайне плохо, но жестами сумел спросить санитара, куда он собрался. В Москву. И вдруг Ленин садится в машину и все его уговаривают, что вы выйдете. Нет. Это было в октябре месяце. Он поехал в Москву. Приехал в Кремль. Там уже по телефону сообщили. Убрали всех со двора, убрали всех из коридоров. Потом писали, что ничего существенного из этого последнего прощального ленинского визита не вышло. Мол, как приехал, так и уехал. Но на самом деле Ленин провел в Кремле почти два дня. Долго возился в своем кабинете, причем без свидетелей. «Ну и что?» – спросит кто-то. А то, что когда много лет спустя в Кремле стали делать ремонт, то в коридоре за тяжеленным старинным шкафом, который стоял неподалеку от ленинского кабинета, нашли запечатанный конверт. А в нем важны политические документы. По сути дела, политическое завещание Ленина. Гений он и после инсульта гений. Прекрасно понимая, что сразу после того, как он умрет, весь его архив будет прочитан и выхолощен, Ильич все-таки нашел способ позаботиться о том, чтобы его последняя политическая воля дошла до соратников по партии. Жаль только, что в Кремле ремонт так редко делают. Для Ленина же это был последний акт неповиновения или свободомыслия. Ему помогли уйти, даже если не было прямого его отравления, то было его уничтожение как политического деятеля, была его изоляция от работы. И это результат той политической борьбы, которая возникла в 1922-1923 годах и была связана с реформированием советского общества. В Кремль Ленин приезжал 18 октября 1923 года. В январе 1924-го его не стало. Три месяца мучительной борьбы с болезнью, которая, казалось бы, поддавалась, отступала. И, наконец, внезапная, та, несмотря ни на что, внезапная для всех в стране и в мире смерть. Вся клиническая картина развития болезни у Ленина поразительно напоминала аналогичную болезнь у знаменитого французского писателя Гиде Мопассана. Как известно, Мопассан заболел с сифилисом в 1876 году. В 1892 году был помещен в психиатрическую лечебницу в состоянии полного безумия, а в 1893 году скончался. Один из его лечащих докторов сказал другому известному французскому писателю Эдмону Ганкуру страшные слова «Господин де Мопассан превратился в животное». Но если Мопассан был пусть гениальным, но просто писателем, то Ленин являлся руководителем огромной страны, в которой только что произошла революция, и в которой все еще продолжалась гражданская война. От его решений напрямую зависели судьбы миллионов людей. Согласно всем судебно-психиатрическим канонам, человек, у которого диагностирован прогрессивный паралич, с момента этой диагностики считается абсолютно невменяемым и подлежащим специальной терапии. Ленин же в минуты своих просветлений продолжал заниматься политикой и экономикой нашего государства. И если взглянуть на тот факт, что Сталин сделал все для того, чтобы изолировать Ильича в горках с этой точки зрения, то становится понятно. Будущий отец народов вел себя по отношению к вождю мирового пролетариата еще довольно-таки мягко. К чему же в итоге пришло наше расследование? Все-таки сифилис и вызванный им прогрессивный паралич стали причиной безвременной кончины Ильича. Но почему же в таком случае это заболевание так и осталось за рамками всех медицинских отчетов? Понятно, почему молчали наши врачи. Пусть им еще предстояло жить в этой стране. Но почему же молчали немцы, которых было вокруг умирающего Ленина более чем достаточно? Говорят, им хорошо заплатили. А еще говорят, что, дескать, врачебную тайну порядочные доктора хранят строже, чем священники тайну исповеди. Может быть и так. Вокруг Ленина было очень много врачей, знаменитостей, мировых знаменитостей. Их приглашали за границы. И наши знаменитости были. Тем не менее, поставить точно диагноз не смогли. Вот это тоже было очень интересно и своеобразно. В том плане, что все-таки, казалось бы, ну такая распространенная вещь, инсульт. Но куда же в таком случае глядели ученые, которые взялись исследовать мозг Ленины? Ведь необратимые изменения, вызванные сифилисом, не могли не оставить следов. Где же правдивые результаты их исследований? Наивный вопрос. Несложно предположить, что и этих ученых-медиков намертво зажали в общем идеологическом строю. Ходили очень активно слухи о люэтической, как писали в газете, природе болезни Ленина, ну по-простому сифилис. И перед врачами стояла тоже очень важная народохозяйственная, идеологическая, государственная задача. Эти слухи во что бы то ни стало опровергнуть. Поэтому состояние мозга Ленина стало постоянной и весьма популярной темой многочисленных статей, почерков и заметок. Причем публиковались они как в специальных медицинских журналах, так и в обычной периодике. В одной из таких статей известный психиатр Осипов писал «При той степени поражения, которая была, можно только удивляться, как мозг Ленина работал в этом состоянии. Другой больной на его месте уже давно был бы не таким, каким был Владимир Ильич во время своей тяжелой болезни». Сейчас, просматривая эти отчеты, диву даешься, как такое возможно. Потому как все ущербы, все поражения мозга Ленина были вынесены на свет и описаны в детальных каких-то моментах. Гнилостные вкрапления оранжевого цвета, и размягчения, и провалы, и окостенения практически целого полушария. В целом же мозг вождя своих исследователей разочаровал. Весил он всего 1340 граммов при минимальной норме в 1395. Конечно, ученым уже было известно, что вес мозга не влияет на качество умственной деятельности, но все-таки выглядело это как-то не солидно. На помощь науке пришлось призывать идеологию. С недовесом ленинского мозга все решилось легко. Вскоре в печати и в медицинской литературе тихо и незаметно изменилась норма. Теперь обычный мозг советского человека стал легче на целых 95 граммов, в результате чего мозг Ленина автоматически вошел в рамки медицинской нормы. Но что было делать с ним дальше? Подумали, подумали, и опять обратились к немцам. В Россию был приглашен немецкий ученый Оскар Фокт, который тут же предложил с целью изучения разрезать мозг Ильича на тончайшие пластины. В Политбюро пришли в ужас. Резать всенародную святыню? Но желание материалистически доказать гениальность вождя, а Фокт однозначно обещал сделать это, оказалось сильнее священного ужаса. Разрешение на уничтожение мозга Ленина с целью его изучения было дано. Россия заказала в Германии самое современное по тем временам оборудование. Вскоре оно оказалось задействовано полностью. Ведь со временем коллекция мозгов в банках с формалином становилась все богаче. Передача мозга в институт мозга знаменовала ранг похорон и степень увековечения того или иного лица. Как похороны на Новодевичьем кладбище, как наличие или отсутствие оркестра или гражданской панихиды. Там некролог большой или маленькой на первой или на двадцатой странице той или иной газеты. И вот в ритуал увековечения стала входить и передача мозга того или иного человека в институт мозга. Это было почетно. В научном центре неврологии при Российской Академии Медицинских Наук и сегодня действует отдел исследований мозга. В его научном архиве до сих пор хранятся мозги Кирова, Куйбышева, Крупской, Калинина, Луначарского, Менжинского, разумеется, Сталина. Помимо мозгов политиков, здесь нашло себе пристанище содержимое черепов Маяковского, Мичурина, Павлова, Циолковского, Багрицкого, Горького, Станиславского, Собинова, Ландау. Среди недавних поступлений мозг Андрея Сахарова, который был передан сюда с согласия Елены Бонар. Говорят, коллекция пополняется и сейчас. Это институт до сих пор находится, находится Район Скурский вокзал. Правда, мне кажется, он внешне стал немножко так, тоже приходит в упадок. Не знаю, он, наверное, материально тоже живет не очень. Но, насколько я знаю, его коллекция, можно так выразить, мозговодная, за ней, конечно, в мире. Что же до самого первого экспоната в этом филиале Новодевичьего кладбища и некрополя у Кремлевской стены мозга Владимира Ленина, то с ним все-таки не обошлось без скандала. В советской печати уже трубили победу, объявляя гениальный мозг гениального Ленина прообразом мозга человека будущего, когда поползли слухи. Я слышала, этот немец Фохт кусок мозга нашего Ленина спер. Как это спер? А вот так, прикарманил и увез к себе в Германию. Зачем ему это? Как зачем? Это же Ленина мозг! Сохранились некие доносы на Фохта, вроде как он увез в Германию, украл, стащил. Какое-то количество слепков мозга вождя. И ездил по Германии с лекциями, которых сопоставлял, демонстрировал этот слепок буржуазному миру. И, что самое ужасное, сопоставлял срез мозга Ленина со срезом мозга молодой немецкой воровки. И находил какие-то аналогии. Смешно? Да нет, скорее грустно. Невольно начинаешь задумываться о вечности и о том, насколько коротка человеческая жизнь. Мозг человека, который еще совсем недавно был действительно гениальным политиком, личностью, под руководством которой перекроили и изменили весь мир, теперь стал игрушкой в руках предприимчивого авантюриста. За истекшие с момента смерти Ленина годы разного рода деятели, которые сделали себе имя, поначалу возвеличивая, а потом обмазывая грязью громадную фигуру Ильича, появилось более чем достаточно. Кто-то усмехнется при слове «громадную». Это при ленинском-то росте в метр с кепкой. И напрасно. Человек-то действительно был великий. Эпохально великий. Задумаемся. Ленин пришел к власти в октябре 1917 года. Фактически отошел от нее в начале 1923 года. И даже в 1922 году по болезни были серьезные перерывы. Чистого времени, которого находился у руля государства, совсем ничего. 4-4,5 года. За это время на развалинах прежней империи построена новая государственность. Михаил Ильич Ром когда-то об этом думал. Да не только он, и Юткевич, и вообще те крупные кинорежиссеры, которые занимались ленинскими сюжетами, что это вообще тема для какой-то трагедии, понимаете? Не для того позорного фарса, который сегодня устроили, а для какой-то очень масштабной трагедии. Трагедия действительно гениальной личности, которая хотела и, главное, могла очень много. Трагедии человека, для которого центр мира, центр цивилизации располагался не где-нибудь, а непосредственно у него в мозгу. Там, где рождались новые идеи, новые проекты. Человека, который самоуверенно поставил себя где-то наравне с Господом Богом, создателем нового мира. Кто знает, может, это кого-то там, на самом верху мироздания, обидело или разозлило. Ведь недаром говорят, что если Бог хочет кого-то наказать, Он лишает его разума. Редактор субтитров А.Семкин